Я думаю, многие хотят знать, как правильно изучать SEO по одной простой причине, что в университете, в школе вы не можете получить эти знания. Я так же сам не ходил в университет, не получал никаких знаний, но выучил эту дисциплину. И в этом видео я хочу поделиться, как ты можешь изучить SEO и получать трафик для своего сайта. Смотри это видео до конца, которое я, кстати, снял с полом Андре де Вера, который работает в компании, оценивающейся 54 миллиарда долларов. И там он курирует SEO направления. Посмотрев это видео, ты будешь четко знать, как необходимо изучать SEO, как необходимо пройти этот тернистый путь и получать результаты. Анатолий, это то, о чем нас постоянно спрашивают, а мы пытаемся отвечать. Некоторые люди задают нам вопрос, например, как вы изучаете SEO. Потому что они считают нас экспертами и хотят быть такими же, как мы. Они хотят что-то делать, начать свой бизнес или что-нибудь в этом роде. Если я скажу тебе, Анатолий, как мне изучить SEO, что бы ты ответил? Знаешь, я часто вижу, что многие люди используют разные способы обучения. Например, я люблю читать блоги, книги по маркетингу, слушать аудиоподкасты. Другим ребятам нравится ходить на курсы. Это хороший способ изучить SEO. Есть множество бесплатных онлайн-курсов. Просто вбейте в Google бесплатный курс по SEO. И вы сможете получить множество результатов от Simrush, HubSpot, Google. Если вы хотите обучаться таким образом, это нормально и прекрасно. Но знаете ли вы, что не сможете досконально изучить SEO всего на одном ресурсе или единственных курсах, даже если вы получите сертификат об окончании? После завершения теоретического курса вам нужно повышать свою квалификацию практически каждый день. Например, я читаю много книг по маркетингу, блогам и думаю, как я могу настроить свои проекты. Потому что бывает, что люди часто изучают SEO, получают новые знания и дальше ничего не делают. Знайте, что сегодня это не работает. Например, вы не можете прочитать все о SEO и сразу же получать результаты, потому что вам нужна практика со своими проектами, с проектами ваших клиентов. Если у вас нет веб-сайта, просто создайте его. Сейчас есть много возможностей создать бесплатный веб-сайт и попытаться реализовать некоторые SEO-стратегии, потому что люди со временем забывают все полученные знания. Например, вы не можете читать книги «Как играть в баскетбол» и быть отличным баскетболистом. Нужно пойти и взять мяч в руки. Что ты об этом думаешь? Согласен. Я хочу задать тебе уточняющий вопрос. Вот ты сказал, что читаешь блоги. Можешь ли ты перечислить пару блогов, которые ты обычно читаешь? О, это множество блогов. Думаю, я могу начать из самых популярных. Search Engine Land, Search Engine Journal, Nel Patel, WordStream, Ahrefs, Semrush и Moz. Еще я использую Feedly.com. Это отличный сайт и полезный инструмент. Вы можете собрать все блоги в одну ленту и проверять их каждый день. Поэтому в моей ленте собралось более 50 блогов. Я знаю, что их существует намного больше. И второй способ. Как я могу найти эти блоги? Просто ищу в Google по запросам лучшие SEO-блоги или цифровой маркетинг. Да, мы можем получить таким образом отличные списки. И третий способ поиска блогов. Обычно, если я хочу понять, как работает LinkedIn, то просто печатаю в поиске Google руководство по LinkedIn, справочник по LinkedIn или что-то в этом роде. Да, я могу извлечь пользу из всей этой информации. И мне это нравится. Анатолий, а как насчет курсов, которые ты упомянул? Тебе нравится вообще учиться на курсах? Есть ли какие-либо веб-сайты, на которых есть актуальные курсы, за которыми ты следишь? Знаешь, я не большой любитель курсов, но я прошел несколько курсов по аналитике Google, Search Console, потому что эти инструменты важно знать. Но я не большой фанат курсов. Думаю, что у кого-то это работает, а для меня лучше все же действовать. Все актуальные знания я получаю из блогов, читая их. Мне нравится получать новые идеи и сразу же воплощать их и проверять. Например, когда мы нанимаем новых людей в нашу команду, я также спрашиваю их, как вы получаете эти знания? И тогда они отвечают мне, вы знаете, я только что пришел один курс или прочитал только один блог. Это не работает. Сегодня вам нужно использовать много ресурсов, если вы хотите стать отличным SEO-экспертом. Это точно. Собственно, мне нравится изучать SEO. Учишься и тестируешь. Не так. Первый ресурс, на который стоит обратить внимание по изучению, SEO.io. Это отличный фреймворк от Lady Solis. Если вы зайдете туда за ответами, то она разбирает все от начала и до конца по каждому вопросу по SEO. Вы можете заняться линдбилдингом, вы можете перейти к контент-маркетингу, вы можете перейти к технической оптимизации страниц. Это все они изложили для вас в четком и понятном виде. Следующее, что я бы сделал, зашел в Twitter. Twitter — это днем для всего SEO. По какой-то причине в Twitter присутствуют все SEO-специалисты и просто говорят о SEO. Вы можете использовать хештег SEO. Вы можете поискать в некоторых блогах, чтобы найти публикации, за которыми стоит следить. Это отличный ресурс для изучения SEO. Просто следите за этими людьми, потому что они выкладывают много информации. И они охотно делятся информацией и своими собственными идеями. Еще мне нравится заниматься на YouTube. Я вообще считаю, что YouTube — один из лучших образовательных ресурсов, потому что можете увидеть человека, который вас учит, и то, чему он вас учит. Вы можете увидеть комментарии, реакцию людей, хорошо это или плохо, и спикеров, с которыми они для вас разговаривают. Например, мы с тобой. Мы много говорим о SEO, и у нас есть свой контент, чтобы завоевать доверие аудитории. И если вы смотрите наше видео о SEO, то мы не пытаемся продать вам что-нибудь. Мы просто раздаем контент бесплатно и просто пытаемся искренне научить вас. Это то, к чему все должны стремиться. Да, вы знаете, при изучении SEO, конечно, здорово использовать YouTube и Twitter, потому что в Twitter вы можете найти свежую информацию, несколько новых идей. Но ты знаешь, я считаю, что также важно читать книги по маркетингу. Когда я их читаю, то получаю базу, конечно, не связанную напрямую с SEO, но это фундамент человеческой психологии. Почему они покупают, и как убедить их покупать ваши товары? Например, после прочтения Сета Годвина, Джо Шугермана и многих других авторов, я понял, как могу настроить SEO, потому что маркетинг – это основа SEO. И сегодня я всем говорю забыть о SEO и создавать контент для людей. Ведь призвание Google – служить людям, а многие люди не знают о SEO. Когда они ищут в Google, они хотят найти контент, который соответствует их намерениям. Вот почему это то, что вам нужно сделать. SEO внешне – это линкбилдинг. Тут множество различных стратегий. Белые методы SEO и черные методы SEO. Если вы выберете белые методы SEO, то вам нужно узнать об аутриче, о технике небоскреба, построении битых ссылок и не пытаться охватить все. Лучше выбрать одно направление. Например, когда я занимаюсь одной стратегией, то могу получить результаты только через несколько месяцев. Знаете ли, вам нужно выяснить, что работает именно для вас. Общие стратегии уже не работают. Лучше подумайте, что вам больше нравится, какой путь лучше выбрать и двигайтесь с ним. Как ты думаешь, Пол? Это определенно правильный путь. Я имею в виду, вам действительно следует сосредоточиться на одном, если хотите добиться успеха. Если у вас небольшой бюджет, и вы можете потратить немного денег на обучение, то много таких мест, как группы. Есть много групп SEO, за участие в которых вы можете платить ежемесячную плату, и вы можете учиться у сообщества. И это похоже на фокус группы, которая будет тестировать ваши идеи. И вы узнаете результаты с первых рук, проведя это тестирование. А потом вы можете нанять наставника. Это оптимальное решение. Я имею в виду, что вы можете это сделать, если у вас есть реальный бюджет. Если говорить по меня, когда я учился, то у меня не было наставника, но был тот, за кем я следил. У него была электронная книга, которую он продавал и все время обновлял ее. И это было 20 лет назад. Это то, что было быстрым и поедевым на то время. Практически для меня он был как наставник, хотя я никогда не встречал. Но я всегда покупал его книгу, потому что она обновлялась каждый месяц. И я согласен был платить каждый месяц, чтобы изучать новую версию. Это и есть поиск знаний. Если у вас есть тот человек, за которым вы следите, сосредоточьте свои усилия. И если вы ему доверяете, то можете многому у него научиться. Согласен. Хорошо, ребята, спасибо за просмотр этого видео. Оставьте комментарии ниже и напишите, как вам это видео. Поделитесь с друзьями, задавайте любые вопросы, и мы с удовольствием ответим на них. И увидимся в следующий раз.